Итак, какие у всего этого будут последствия? Могут ли еще вырасти тарифы? И что делать с требованиями МВФ по газу? Давайте обсудим с экспертами. Дмитрий Марунич, эксперт по энергетике, и Тарас Загородний, политический эксперт, сейчас на связи со студией подробности недели. И, Дмитрий, давайте начнем с вас, и сразу, пожалуй, с главного вопроса. Тарифы могут вырасти или нет? Или это все, возможно, пустые угрозы отдельных экспертов, что на фоне вот такой переплаты легко обосновать очередное повышение цены газа? Добрый вечер. Могу сказать просто и однозначно, поскольку установление тарифов на газ в компетенции Кабинета Министров Украины, в настоящее время оснований для повышения тарифов не существует. Другое дело, что с 1 апреля, когда закончится действие поставления 187-го, возможно, под давлением внешних факторов, прежде всего, позиции МВФ, политического Гройсмана пересмотрит тарифы. Однако это не будет иметь ровно никакого отношения к той истории, которая произошла 7 дней тому назад в Украине, 9 дней тому назад. Дмитрий, а вот этот газовый кризис, который мы наблюдали, он может снова повториться? Как вы считаете, в обозримом будущем украинцам будут еще что-то прикручивать или это был разовый драматический момент? Я вам откровенно скажу, я очень удивлен, что этот кризис произошел лишь на третий год. Вероятность того, что при низких относительно запасах в ПХГ, при каком-то там умеренном морозе в конце сезона будет такая кризисная ситуация была все эти годы. И нам очень повезло и господам из нефтегаза Коболеву и Витренко и всей этой компании, что это случилось только в четвертый год их руководства. То есть это простой просчет, не накопление достаточных объемов газа в хранилищах, первое. И второе, что это за уникальные долгосрочные контракты в Европе, которые, по словам господина Витренко, не дали возможности нефтегазу в срочном порядке покупать газ. Он прямо сказал, что газ стоил 1000 долларов. Хотя я в это слабо верю, но тем не менее, почему-то его не купили в первые дни марта, чем поставили под угрозу поставки газа внутренним потребителям. Поэтому если из прошедшей истории не сделают необходимые уроки, я уже назвал, в чем проблемы были, то, конечно, кризис может повториться. Более того, в проекте финплана нефтегаза, чтобы все знали, который Гройсман, правда, не подписал, на следующий год предполагалось накопить на 10% меньше газа, чем в этом году. 13,8 миллиарда кубол. Вот вам ответы на то, каковы менеджерские таланты руководства нефтегаза и что они обществу предлагают. Но ваш опыт как подсказывает? Эти менеджерские таланты позволят им сделать правильные выводы или, знаете, фух пронесло, а в 80-м следующем году пронесет? Ну, сложно сказать. Некоторые депутаты предлагали наградить за Великие Победы. Вот понимаете, за Великой Победой сразу последовал конфуз в виде ограничения поставок и каких-то непонятных акций при крути. С учетом там амбиций политических, я не знаю, каких-то там уверенностей в собственной непоколебимости, я бы такое даже слово употребил, не факт, что вся эта история мартовская, которая, повторюсь, была предсказуема, что она будет иметь какие-то, в общем, будет какой-то иметь результат на то, как будет дальше себе вести руководство нефтегаза. Я не уверен. Более того, как мы видим, оно, видите, плюет на мнение правительства откровенно, с большой, так сказать, башней. Считает, что они правы во всем. У них есть независимый НАП-совет, который позволяет им делать то, что они считают нужным. Ну, несмотря на то, что Кабинет Министра Украины является их акционером. Ну, вот так. Давайте подключим к нашему разговору Тараса Загороднева. Тарас, вот в МВФ опять говорят, что надо и цены на газ повышать, и по земле голосовать. Вообще, реально, что наши политики пойдут на такие меры? Ваш прогноз, что нас ждет в ближайшие месяцы? Ну, все-таки, учитывая предвыборную ситуацию, я не думаю, что они согласятся на такое резкое повышение цены на газ. В связи с тем, что это фактически автоматически означает увеличение количества субсидий из государственного бюджета. Это раз. И второе, точно не понравится избирателям. Поэтому высока вероятность, что-либо будут искать какую-то компромиссную формулировку, которая позволит не так резко поднимать цены на газ. Хотя я лично не вижу причин вообще, чтобы следовать советам МВФ, потому что это уже какой-то, знаете, похоже на разводняк. То есть поднимайте цены на газ, убивайте свою экономику и снова идите за кредитом к МВФ. Поэтому в данном случае я вообще не вижу большой необходимости, по крайней мере, сейчас идти за кредитом в МВФ. Ну, хорошо. Если мы не пойдем за кредитами МВФ, МВФ не даст нам новые транши за невыполнение требований фонда. Тогда как политикам выкручиваться, Тарас? Элементарно, деньги. Где вот они будут брать деньги, например, чтобы расплатиться по долгам страны? Ну, воровать меньше надо, это раз. Второе. Запускать экономику, это два. Вести более-менее адекватную промышленную политику и по защите собственного рынка, продвижения собственного экспорта. Деньги обычно на МВФ нужны, когда экономика в коме. У нас экономика более-менее восстанавливается, и поэтому искать снова деньги, выполнять драконовские условия, которые в долгосрочном периоде пагубно будут сказываться на экономическом будущем страны, я не считаю возможным. Тем более, что если есть у вас проблемы, то возможно все-таки, а, либо пролонгировать следующие долги. Обычно внешние долги, это считается теми долгами, которые, ну, никогда теоретически не отдаются. Потому что можно передоговариваться, можно выйти на рынок заимствования, взять, как в прошлом году, 3 миллиарда долларов, да, но, по крайней мере, не выполнять то, что реально будет иметь катастрофические последствия для экономики. Мне непонятно. Спасибо. Дмитрий Марунич, эксперт по энергетике, и Тарас Загородний, политический эксперт, отвечали на мои вопросы. Продолжение следует...